Привет всем, мои дорогие! Я тут пытаюсь позавтракать, никого уже нет. Всех отправила на работу и в колледж. Кофе в машину и в термос с собой готовлю. Себе делаю чай утром, вот как вы видите, да, с шиповником. Я смотрю, читаю ваши комментарии, вопросы, которые вас интересуют лично обо мне. Завтракаю, точнее съем все, что осталось у меня, все, что я готовила. Омлетик такой вот, да, делаю, показывала вам, кстати, в формочке готовлю его. Блинчики из муки овсяной я готовлю. И так вот чищу всем, как для кроликов, утром морковочку, я считаю, полезно. Очень люблю цветочки, поэтому цветы у меня стоят на кухне, прямо на столе. Мне нравится это. Тайс тут что-то сделать вот с этими тенями от эссенса в карандаше, да, такие вот они какие-то золотые, не знаю, бежевые. В общем, цвет неплохой, заметный. Я люблю такие нюдовые оттенки, но никак они вот, ну никак они не держатся, не стойкие они совершенно. Поэтому буду пытаться сегодня их на базу посадить и закрепить средством от Эльфа для закрепления макияжа специально. Не буду, вот видите, устраивать такие пляски святого вида, да, с этим средством, как говорил мой педагог по актерскому мастерству ВАВГИК, а я училась в трех вузах, поэтому первый был ВАВГИК. Подарочек у меня, как всегда, утром есть чем заняться, надо будет разбирать посуду моченая машина полная и убирать, соответственно, посуду. Чайник, басырка я называю, не знаю, как называется, но, наверное, вы видите, да, такие вот полностью металлические, он, кстати, звенит. Ну, настолько крепкая, в принципе, им можно гвозди забивать. То есть, очень хорошее, действительно, он стоит своих денег, каждой копейки, единственное, что на нем, конечно, вот на такой глянцевой металлической поверхности очень сильно остаются пятнышки. У нас вода артезианская, вот он весь бедненький, вот замученный, и чистить очень часто, не знаю, каждый день не могу себе позволить. А завтракуем и отвечаем на ваши вопросы. Ридорчик, нравится мне очень полный, прям их обожаю, но, к сожалению, тяжело она моется. И, кстати, пылесос на ней застревает, который я вам показывала, это пылесос-робот. Так, вот такая вот штука красивая. Включить и выключить. И эта вещь, вот такая фактически голографическая картинка, она работает от звука. То есть, если громко хлопнуть, то она сменит ритм свечения. Тут картина, тут я, привет! Так, вот что я вам хотела показать. Многие, кто к нам приходят в гости, и даже курьеры какие-то обращают внимание на эту вещь, что это такое. Это настоящий телефон из немецкого штаба. Единственное, что вот муж переделал, это вот новый шнурочек, потому что тот уже практически истлел, он действующий. То есть, он превратил его, вот как вы видите, в телефон сотовый. Да, вот такой у меня талантливый муж. Ну, то есть, он запрограммирован так, что, набрав одну циферку, мы, соответственно, попадаем по определенному номеру необходимому, там, к бабушке, ко мне и так далее. Очень громко он звенит. Сейчас покажу вам, как вы просто удивитесь. Вот так вот он звенит. Представляете? Ну, просто прелесть. Набрала сотового, чтобы вам показать. Ну, а зато все слышат дома, если вдруг кому-то не дозвонились на сотовый телефон. Так, тут мое креслице, это вы видели. Нашенький кинотеатр, это неинтересно. Тренажерчик вы видели, наверное, да? Я занимаюсь на нем. Ну, не каждый день, конечно, но занимаюсь. В принципе, он очень удобный. Здесь есть и вентилятор в том числе, и можно включиться наушничками. Ну, в общем, хорошая штучка. Такая вот беговая дорожка. Причем, видите, она очень компактно так складывается. Еще у меня есть один тренажерчик. Это такой вибротренажер. Ремешочки и вибрирует он. Очень полезно для тех, у кого проблемы со спиной. Просто он немножечко такую вот легкую вибрацию дает. Для моего ученика буду выбирать отрывок. Он поступает в театральный вуз. Думаю, что пойдет Пушкин. Какие-то израильские монетки. Может, часто ездят в разные командировки. Замечательная книжка. Смотрите, вот Шекспир, да? Ромео, Джульет и Гамлет. Здесь, естественно, в переводе Борис Пастернак. И самый лучший, я считаю, перевод. Но чем она замечательна, эта книга? Здесь все тексты, не просто тексты, да? А с пометочками, то есть здесь разъяснения, все исторические справки, изображения картин, о которых идет речь, либо художников, тех, которые были популярны в то время. То есть, фактически, вот эта вот книга для любителей истории, для тех, кто хочет изучить историю того времени, когда творил Уильям Шекспир. Замечательная вещь. Посмотрю еще, наверное, из Ромео, Джульет и для него тоже отрывочек. Так, кстати, рядом со шкафчиком, да, стоит такой диванчик. Огромный диван. В принципе, на нем можно спать. Полностью весь этот диван. Вот смотрите, какой добротный, красивый, да? Мягкие такие большие подушечки. Вот весь, весь, весь вот этот диван сам самостоятельно сделал мой муж. Может, представляете, какие вот золотые руки, даже не золотые, платиновые, платиновые руки у человека. Вот так он хотел сделать мне приятное. И никак мы не могли выбрать диван. Он сказал, я сделаю сам, не волнуйся. Кстати, вот эта вот вещь очень удобная. Такой матрасик тоненький с подогревом. Подарила мне его мама. То есть, когда я мерзну, я вот так вот могу включить его, да? Тут вот три режима. Причем можно включить как левую, так и правую часть. У каждой части есть вот такой вот пультик. Очень удобная вещь. Вообще, я обожаю вот такие вот цвета. Это такая вот медь с фиолетовым. Очень красивая ткань. Мы ездили сами выбирать. Мне очень нравится. Ага, вот тут мы подошли к моему уголочку. Тут мой ежедневничек. Очень красивый. Я люблю вот такие вот красивые вещи, изящные. Здесь я записываю все-все-все свои идеи какие-то. Вопросы, на которые я планирую сегодня ответить. Здесь моя повседневная уходовая косметика. Ланком под глазки, сыворотка для глаз. Вот та самая с металлическим, да? Таким наконечничком. Могу сказать, что прямо очень-очень хорошее качество. Хотя вроде ланком. Вроде цена огромная. Не знаю. Хадалаба мой любимый. Топлан замечательный. Лосьончик с саке. Антиоксиданты замечательные. Дерма-Э. Вот у меня сразу две вещи от Дерма-Э здесь стоят. Это Hydrating Mist увлажняющий, потрясающий. Еще пока не закончился антиоксидант Q10. Но вот видите, он уже заканчивается. Там помпа, он полностью закрытый. Очень правильная упаковочка. Мне это очень нравится. Также Йонка. Замечательный крем. Кто пробовал, очень вам советую. Конечно, они не дешевые. Виши, как вы уже поняли, люблю только кремы под глаза. После кремов для лица у меня, к сожалению, образовались жировики. Рассказывала вам. До сих пор их лечу. Хочу попробовать вот такие вот патчи под глазки. Посмотрим. Не знаю, стоит недорого. Еще остался крем от Venus. Показывала вам в своих пустых баночках косметику. Неплохая, но просто увлажнялка. Ничего особенного. Тормальная вода обязательно. В данном случае это гиалуроновый комплекс. Какая-то отечественная штучка. В общем, они недорогие. Я их в аптеках покупаю. Так, Snail Bee. Это ждет своей очереди. Здесь с улиткой и килиным ядом. Сыворотка более концентрированная. И такой лосьончик менее концентрирован. Вначале кладется на лицо то, что более жидкое. Для того, чтобы втягивать все остальное за собой. W.Klinika. Японская фирма. Очень большой объем. Прям вот он у меня живет и живет. Показывала вам в своих видео. Diaprose. Такой вот кремчик с паутинкой. Очень красивый. Очень хорошая такая корейская косметика. Люксового качества. Как вы видите, упаковочки красивые. Духи сейчас идут только почему-то. Вот Кристиан Диор Шанель. Не знаю почему. Вот как-то так случилось. А так, это Эдикт. И это 19 номер. То, что раньше оно никак не шло. И прям долго они у меня лежали. И вот оказалось оно. Случилось. И иногда также Леди Миллиан. Все-таки сладковатый, конечно, аромат для меня. Ну, такой терпкий, скажем так. Его нужно просто совсем капельку-капельку. Ага. Вот видите, коробочка. Вот я вам ее показывала в Fixed Price. Да, в своих покупочках. Вот видите, я ее использую. Она у меня постоянно лежит. Тут, видите, даже умещается и Джианши пудра, и корректор, и для бровей гель. Да. И вот, ну, все-все-все. Смотрите. Вот так вот вынимается. Это, кстати, штучка. Очень советую, чтобы просто не ковыряться, не открывать. Вот так вот просто тянуть. Соответственно, у меня такие вещи для тела. Вот такой лосьон использую. Не первый раз уже его приобретаю для тела в Avon. Кстати, есть ли любители Avon среди моих зрителей, не знаю. Но иногда я что-то там приобретаю. У меня есть какие-то любимые штучки. Ну, скажем так, они очень бюджетные, но они хорошо работающие. Поэтому, если вам интересно, вы, пожалуйста, дайте знать. Я хотя бы буду знать, что для вас это интересно. И я покажу вам то, чем я пользуюсь из Avon. Ну, надеюсь, вам хорошо меня видно. Буду приводить немножко себя в порядок. Сейчас мне нужно будет идти по делам. Большой макияж делать не буду. Пока я буду это делать, я отвечу на ваши вопросы, которые я получила от вас. Так, буду наносить тон. Сейчас мне сильно не нужен, поэтому легкий кушен беру. Ифраше неплохой, но темноватый, поэтому разбавила. Так что тут уже не ифраше, тут уже больше капель осветляющих. Плотность покрытия получается очень-очень легкая. Меня заинтересовала тема тоже питания, потому что, ну, для меня это немаловажно, естественно. Ну, в основном в связи с тем, что у меня случаются такие периоды в жизни, когда вдруг внезапно я начинаю полнеть очень сильно и потом также резко худеть. Случалось у меня такое три раза в жизни в моей. Вот это третий раз, когда я очень сильно пополнила, вплоть до 54-56 размера. И сейчас я уже в 52-м, кто-то заметил. Ну, не могу сказать, что прям меня это очень сильно напрягает. У меня комплексов нет, и вообще у артистов самый большой комплекс – это отсутствие комплексов. Я больше волновалась за здоровье. В этой ситуации меня как бы всегда больше волнует мой позвоночник. За спорта, большого количества занятий различных, то есть только так кажется, что я пухленькая. На самом деле я не всегда же такая была. То есть у меня были периоды, когда я была очень худенькая, когда занималась фигурным катанием, одиночным. Линию вот этих вот болячечки от прижженных, да, живовиков так и остались пока еще. Ну, трогать их нельзя, просто так перекрывать сейчас немножечко, поэтому сейчас никакие видеосъемки особо такие вот прям торжественные делать не буду. И я выработала для себя такую определенную систему питания. Ну, скажем так, это только звучит так громко, система питания. На самом деле я постаралась просто почувствовать, что моему организму нужно. И оказалось, как ни удивительно, ему нужна вода. То есть везде у меня стоят бокалы с водой уже, наверное, как вы видели. Пью я воду много. Я добавляю в нее лимон, добавляю мед. Вообще есть некоторые такие напитки, которые очень хорошо снимают аппетит. Вот если, например, вы мучаетесь, вот прям мучаетесь, да, по вечерам, ночью, хотите кушать, если просыпаетесь, либо поставьте рядом кефир, но только так, чтобы он стоял прям рядом. Чтобы вам не пришлось идти в холодильник, потому что в холодильнике еще куча всяких вкусняшек. У меня никак не лезет, честно говоря, мясо. Хотелось бы побольше, но может быть я быстрее бы и постройнела. Кушан я обязательно, знаете, вот так вот прихлопываю. Потому что я не люблю, конечно, когда видно очень тональное средство. Тут все равно придется что-то закрывать, перекрывать, да, естественно, плотнее. Ну, тут уж никуда не денешься. Когда я просыпаюсь, я в обязательном, в обязательном порядке принимаю водичку с лимоном. У меня повышенная кислотность, но я принимаю, кстати, таблеточки от повышенной кислотности. Может быть, те, кто страдает повышенной кислотностью и не знают этого, как раз и не могут не кушать какое-то время. У них все время бурлит в животе и как бы пренеприятные ощущения. Поэтому обратите на это внимание. Возможно, это из-за повышенной кислотности у вас, и вы не можете поэтому удержаться все время. Кушайте, кушайте. На самом деле, просто нужно погасить кислоту. Такой стик у меня с витамином Е. Я купила его в iHerb. Все время смазываю губки. Прежде чем начать макияж, пока все это впитывается, чтобы губы были мягкие. Если используете матовые помады, делайте это. Ну, так вот, мы о специальном питании, да. Я выпиваю воду с лимоном. Какое-то время я не кушаю, пока я готовлю завтрак для всех. Иногда мне помогает дочка, если это суббота, воскресенье. Если нет, то они бедные спят. Нам очень рано вставать. Я их не бужу рано. Бужу их за полчаса до выхода. Брови, наверное, не буду трогать вообще. И дальше я уже завтракаю только когда завтракаю все, либо после них, вот как уже сейчас вам показала. Что я кушаю? В принципе, я могу кушать все, но белый хлеб, естественно, я не кушаю. И я сократила порции. Какое-то время жутко хочется есть, честно говоря, когда ты съедаешь только пол порции или даже одну треть, очень хочется есть. Но потом организм уже привыкает выделять такое количество желудочного сока, да, которое необходимо для переваривания именно вот этой вот порции маленькой. И дальше вы уже наедаетесь очень быстро, да, действительно, через некоторое время ты просто перестаешь хотеть доедать то, что ты положил себе в тарелку. То есть, действительно, насыщение происходит быстрее. Но эти несколько дней, может быть, даже неделю, у всех по-разному нужно переждать. Попробую вот эти вот все-таки тени как-то усмирить от эссенс, да, показала вам их в самом начале, но не знаю, что получится. Да, сначала нанесу базу тоже от эссенс. Первое время обязательно нужно, ну, я бы так рекомендовала, по крайней мере, мне это помогает, обязательно нужно увеличить количество приемов пищи, чтобы не голодать просто, да, чтобы организм успокоился, что его накормят, чтобы он не замедлял обмен веществ, потому что если вы совсем не кушаете, голодаете, у вас замедляется обмен веществ. И потом в итоге в стрессе организм начинает бешено сохранять все в жир, для того, чтобы просто, ну, вот опять не попасть в такой ситуации, когда его не кормят. Это механизм защиты в нашей жизни, так что не голодайте, пожалуйста, это очень вредно. И дальше я, например, кушаю уже 5 раз в день, может быть, даже 6, если этого требуется, но опять же по чуть-чуть. Но, например, если муж ест с хлебом, то я ем без хлеба вообще. Если это мясо, если это мясо какое-то, например, жирное, даже могу кусочек свинины, в принципе, съесть, ну, такой более-менее постный, но тогда я съем его совсем без гарнира с салатом, просто с овощами. И, конечно, поливаю их оливковым маслом, не майонезом, хотя я люблю очень сметану и люблю молочные продукты, то есть, ну, вот таким образом. И, конечно, вода, вода, вода. И если вы начнете вот такое количество воды пить до 2 литров в день, вот просто чистой воды, то есть не считается сок, кофе и все остальное, то приготовьтесь через какое-то время, вы узнаете обо всех туалетах в вашем городе, во всех торговых центрах, кафе, на заправках. Я сейчас ничего не делаю, потому что жду, когда эта база немножечко усядется, да, как бы подсохнет. Ей нужно дать немножко подсохнуть. Кстати, вещь хорошая, очень похожа на тени от Maybelline, нюд, да, такие нюдовые тени, бежевые, по-моему, крем-де-нюд. В общем, что-то в этом роде, не стала их приобретать, просто потому что у меня уже есть вот такие, вот такая вот база, и она, естественно, дешевле в 2 раза. Что еще? Сахар. Мне повезло, и я с детства не очень люблю сладкое, то есть я спокойна абсолютно к нему. Конечно, сладкоежкам будет тяжеловато, но я думаю, вы найдете вариант. И я, кстати, да, я мед, а с детства получалось так, что все конфеты, которые мне дарили, я приносила либо маме, либо кому-то раздавала, либо откусывала один раз, а дальше они у меня валялись в кармане, пылились, ну и так далее. Люблю очень овощи. Так, давайте попробуем наносить эти тени. Они, конечно, очень мягкие, даже не знаю, как сделать, может быть, вот так даже лучше. Овощи я могу есть, честно говоря, абсолютно любые, сырые, несырые, вареные. Вот, честно говоря, я практически их и не вижу, не могу никак понять, где же они, где они, тени, ау, я вас не вижу. Когда я остройнею, вот, да, я так называю, больше не худею, все-таки остройнею, то мне, конечно же, легче, прежде всего, позвоночнику. Ну и, естественно, я начинаю влезать те свои любимые вещи, которые я не могу носить в 56-м размере, это перебор, конечно. Но мужу не нравится, когда я худею, да, с другой стороны. Вот ему нравятся вот те габариты, которые вы видели в начале моих видео, когда я только начинала вести канал. А произошло это этим летом, то есть я только-только начала этим летом. И давно у меня была почта в Google, но вот только 2 или 3 месяца, как я веду канал. И вот те, кто количество просмотров, которые вы видите, это за 2-3 месяца мои. Соответственно, мои ученики меня, как бы, вдохновили на это. Они сказали, Жанна Игоревна, ну, просто, ну, у всех уже есть канал, либо уже рабочий канал, заведите, где вы будете преподавать, либо какой-то женский, потому что, ну, невозможно уже, мы хотим вас видеть, и вы всех учите, как правильно говорить. И, кстати, я, как вы видите, не делаю практически никому никаких замечаний, особенно тем, кого смотрю, вам, еще кому-то. То есть я никого не исправляю, это неэтично. Если вы не обращаетесь ко мне за помощью, то, соответственно, я не имею права делать какие-то замечания. Кто обращается, те, соответственно, получают, получают по полной программе. Так, ну, в общем, тени я не вижу, так я их и не поняла, ребята. Life is festival. Жизнь, праздник. I shadow stick. Вот такие вот с золотинкой, да, не могу сказать, номер их очень немного. Вот таких вот цветов, по-моему, два или три, Life is festival. Вот золотые, видимо, не покупайте, их не видно вообще. То есть вообще, вот вы видите, я не вижу. Газа под тени, может быть, но я боюсь, они будут скатываться. Я однажды пробовала, они скатываются, увы и ах. Давайте попробуем так, чтобы они не скатывались, я нанесу средство от эльф. К ней прилагалась кисточка, в принципе, но можно взять любую, вот такую вот плоскую кисточку и попробовать их закрепить, чтобы хотя бы они, ну, не сползали в складки. Существует два напитка, которые очень хорошо убирают аппетит. Ну, такой вот, знаете, ненужный аппетит, когда уже, ну, вот прям, ну, вот лишнее уже. Вот, кажется, вроде вы покушали, и все равно, как будто вот вы голодны. Вы можете сделать их сами, мед, лимон и вода. Ну, это самый простой напиток, на самом деле, да, он снимает ощущение голода. Мед дает ощущение еды, это сахар, да, это глюкоза. И второй напиток, тем, кто любит какао, поздравляю вас, сейчас расскажу. Вы завариваете какао, можно заварить просто кипятком ложку какао, обычного какао, нерастворимого порошка, а действительно там золотой, серебряный ярлык, вот этот вот обычный порошок какао, натуральный, без сахара, и добавить туда ложку меда. Ребята, это снимает голод, действительно снимает ощущение на какое-то время. Вот в тот период, когда я привыкаю меньше кушать, я иногда использую вот этот метод. Я выпиваю стаканчик воды, и тогда бывает, что мой организм говорит, а, я хотел не есть, я хотел пить, и тут же успокаивается. Кстати, обратите на это внимание, возможно, вы хотите не есть, вы хотите пить, и организм сигнализирует практически одинаково, то есть сосет под ложечкой, то, что мы называем, да, хочется как будто кушать, вы путаете часто эти понятия. Поэтому обратите внимание, когда ты это поняла, почувствовала на себе, да, это работает. В возрасте после 35 очень плохо худеть быстро. Почему, как вы думаете? Потому что кожа просто не справляется, волокна коллагена уже не те. Пружиночки растянуты, а коллаген состоит из таких вот пружиночек, он держит именно в тонусе нашу кожу, именно поэтому обвисания, да, какие-то происходят, опускаются уголки рта, вот здесь опускаются бровки вниз. И поэтому очень сильно плывет овал лица вниз, ну и, конечно, притяжение Земли тоже, гравитация работает. Это жир, который у нас находится под кожей, и которого мы лишаемся в процессе похудения, и он исчезает, как раз и заставляет нашу кожу падать вниз. И я хочу неплохо выглядеть, как и сейчас. В ноябре мне будет 44. Ну, в общем, сегодня я, видимо, как там, совсем макияж, без макияжа полностью. Ну, ладно. Следующий вопрос был об отношениях в семье. Будем украсить тушью. Кстати, тушь Диваж, да, Диваж 90-60-90, вот такая вот тушь, внезапно стала работать на мне, когда она чуть-чуть подсохла, но действительно, видимо, с тушью вот такие вот штуки очень часто бывают. Совсем чуть-чуть ее взяла, и сейчас только вот расчесываю реснички, и вот ура, видна моя длина ресниц, хотя бы. Пусть она там небольшого объема, какого-то не придает. Вот снизу я снимаю, у меня очень длинные ресницы внизу, это так неестественно очень выглядит. Вот смотрите, вот так вот один слой дает она. Ну, что вообще значит для меня семья? В принципе, это самое главное, мне кажется, в моей жизни. Не профессия, не успех, не статусность какая-то, не уважение со стороны чужих людей, а именно хорошие отношения внутри семьи. Вот это для меня самое главное. Так было всегда, именно поэтому я ушла из театра. Я работала в театре Моссовета, и те, кто хочет посмотреть, в принципе, мои работы. Вот одна из них сохранилась, Московское гнездо, по телеканалу культуры часто довольно показывают. И там у меня одна из главных ролей, это пьеса Леонида Зорина. Был еще вопрос по поводу отношения артистов к автору пьесы. В следующий раз я вам расскажу на примере этого спектакля, пока можете его посмотреть. Для меня отношение с мужем, моя способность контролировать себя, самодисциплина, умение прощать, любить и заботиться. Вот что это для меня. И, конечно же, я жду обратно того же. То есть я не альтруист, я не могу долго быть в отношениях, когда о тебе не заботятся, а заботишься только ты. То есть я не мазохист. Что для меня является самым важным критерием при выборе мужа. Как выбрать мужа? Я второй раз замужем. О первом браке даже не стоит вспоминать и говорить. Радость только то, что осталась дочка. Чудесная, умная, красивая, все прекрасно. И 10 лет после развода я вообще боялась даже думать о замужестве. Да, вот так вот весело я была первый раз замужем, к сожалению. Сначала много лет положительное мышление. И я приняла это, эту часть своей жизни. Этого человека, который был в моей жизни, как бы заранее простила его. Сейчас я абсолютно счастлива, потому что наконец-то я нашла человека, внимание, это моя теория, человека с комфортными недостатками. То есть мы все не идеальные. У нас у всех есть недостатки. Тут момент самый главный состоит в том, готовы ли вы принять недостатки того человека, которого вы выбираете. Очень часто бывает так, что девушки смотрят на размер кошелька, машину, чего-то еще, каких-то частей тела, вместо того, чтобы смотреть на характер. Потому что внешность, машину и даже части тела сейчас можно поменять, друзья. Размер, цвет, все, что хотите. Обрыться на лысо, сделать себе зеленые усы, кому как нравится. Похудеть, потолстеть и так далее. Вставить линзы. Но если дурной характер у человека, если человек вообще не благодарен ни за что, почему в финале каждого ролика я говорю, будьте благодарны за все, что имеете, потому что это очень важно. Очень важно. В этом человеке, который сейчас рядом со мной, в моем муже, есть, конечно, недостатки. Во мне их еще в 10 раз больше, чем в нем. Но они комфортные. Например, какая-то особенность в еде существует, какие-то приправы он не кушает или еще что-то. Или, например, смешная особенность в том, что он может выйти в домашней одежде, ну, я имею в виду в домашней футболке, на работу. Просто потому, что он настолько увлечен своей работой, да. То есть он может просто не переодеться, забыть. Есть некоторые мужчины, которые вот просто метросексуалы, как их называют сейчас, которые помешаны на одежде, на одеколонах, на косметике. У них большая полка в ванной косметическая. Есть консилеры, есть корректоры, есть кремы и так далее. Я не говорю, что это плохо, ребят. Я знаю, что многие ребята меня смотрят, и, может быть, у вас тоже это все есть. Я говорю о том, что все мы разные. И общаясь вот с такими вот мужчинами, я очень часто их встречала, мне они не подходят. Я видела, как они в паре себя ведут, их жена пытается обнять, и они отстраняются, потому что они боятся, что им помнут рубашку. Легче выдержу такой недостаток, как равнодушие к одежде, да, какой-то супер там опрятности, аккуратности. Конечно, я не говорю о модельерах, и такой очень хороший ему знакомый, которого я знаю сто лет, Сергей Сосоев, известный модельер у меня есть. Конечно, Сережа и его жена Оля всегда идеально одеты, выглажены, и Пугачева его любит, обожает. То есть я говорю сейчас не о тех, кому это необходимо по работе. Я без проблем поглажу это сама и на душу сама. То есть нет проблем с этим. Злость, неблагодарность, наглость, неуважительное отношение к старшим, к родителям, к своим, к моим и так далее. Я терпеть не буду и не могу. Очень важно для меня в мужчине это интеллект, да. То есть мне очень сложно с глупыми. Ну, скажем так, с малым опытом. Будем так, чтобы никого не обидеть, да. Мне тяжело. То есть изучая много лет психологию, положительное мышление, имея три высших образования, мне тяжело с человеком, который вообще не читал ничего, кроме газеты «Спорт». То есть мне сложно. Простите меня, но вот я такая. Я люблю гордиться своим мужчиной. Мне очень хочется, чтобы он был уважаемым человеком, чтобы к нему обращались, и мнение его было важным и важным для меня, но при этом, чтобы он был еще довольно человеком скромным, то есть без непафосным. Потому что пафосные люди, как правило, остаются одни. С ними жить невозможно, да. Такие знакомые у меня тоже были. Это довольно известные люди. Это просто были, естественно, знакомые. С ними действительно тяжело, да. То есть они умные, все хорошо, у них большой успех, и в работе, и везде. Но в личной жизни у них полный крах, они живут одни. Очень важно, если вы поймете для себя, что вы готовы терпеть, а что нет, что для вас не будет проблемой, что не будет вас очень сильно раздражать, да, то тогда, то тогда вам будет просто легче определиться, вам подходит этот человек или нет. Или вы в дальнейшем просто обалдеете от него, сойдете с ума, он будет вас дико раздражать, и когда пройдет первое романтическое такое ощущение, конфетно-букетное, как называют, да, период, вам будет просто хотеться убить его. Дальше все уже складывается само собой. Естественно, есть какие-то споры, естественно, есть какие-то расхождения, естественно, кто-то чем-то иногда раздражается, в основном это я, муж, очень спокойный человек, и у него очень ответственная работа, у него очень много проектов, это телевидение, радио, космос, то есть он делает такие сложные приборы, он человек, как вы уже поняли, с золотыми платиновыми руками. Многое я прощаю за интеллект, правда, в нем совсем капелька какая-то по сравнению со мной недостатков, и тут очень важно, конечно, осознавать, что вы тоже не идеальны, не тянуть одеяло, что называется, на себя, чтобы муж не замерз, да, ну и немножечко, наверное, румян, вот смотрите, у меня есть такая палеточка от Essence. Муж у меня очень много читает книг, книг и профессиональных, и художественной литературы, и когда они едут с дочкой, он помогает ей, довозит ее в одну сторону, в колледж утром, то они по дороге слушают классику, он заранее записывает какие-то произведения, исполнение каких-то народных артистов, ну, там, не обязательно народных заслуженных, просто хороших артистов, там, например, Юрский читает. Пока вроде бы не скатывается, хотя я и не вижу совершенно этих теней, к сожалению. Наверное, на сегодня все достаточно информации обо мне. Спасибо большое, что вы были со мной, что вы интересуетесь, что вы задаете вопросы. Пишите, пожалуйста, я очень всегда жду ваших комментариев и очень благодарна за них. Хорошего вам дня желаю и обязательно будьте благодарны за все, что имеете. Теперь вы понимаете, почему я так говорю. Пока! Пока!